Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС Культурный Максимум. Я Алексей Кудинов. Сегодня, как и обещал в прошлой программе, поговорим о соцреализме. Посмотрим, какими премьерами новосибирские театры уже успели порадовать свою аудиторию на старте сезона. Но для начала я приглашаю вас на Другие берега. Это большой фестиваль, который проводит Новосибирский музыкальный театр. Другие берега, 4-й фестиваль, российский фестиваль. Это новые музыкальные проекты, то есть те самые спектакли, которые поставлены, и музыку, которые написаны в предшествующие 7-8 лет. Потому что это практически срез новых проектов, которые сегодня существуют на сценах российских театров. Не случайно в нашем фестивале практически 5 или 6 современных композиторов, включая наших местных Андрея Кротова, Нонну Кротову, которые тоже вот сегодня будут присутствовать в зале и смотреть собственное творение, доходное место Алтайского музыкального театра. Барнаульцы, которым выпало открывать фестиваль, приехали в Новосибирск в день спектакля. Четверг. Начать Другие берега с Островского решение интересное. В репертуаре нашего театра также есть этот классик «Беспреданница». Так что можно говорить о своеобразном сибирском творческом сговоре. Все-таки Островского гораздо чаще можно встретить в афише драматических театров. Ну и новосибирцы, и барнаульцы поют строки классика. Знаете, мы постарались максимально бережно и трепетно относиться к тексту, сохранить все максимально незапятнанным, так сказать, ничего, не менять, насколько это возможно. Ну, как вы понимаете, это мюзикл, какие-то вариации, конечно же, существуют, но мы постарались сохранить канву и текст в первозданном виде, дабы с уважением отнестись к автору. Над спектаклем работали знакомые новосибирской публики, дирижер Денис Немерович Данченко и художник Николай Чернышов, а исполнитель одной из ведущих ролей Андрей Булгаков совсем недавно окончил наш театральный институт. Есть еще параллели. Либретто специально для Алтайского театра написала новосибирский драматург Нона Кротова, а музыку ее супруг Андрей. Как-то случился такой, знаете, коннект сразу, было очень понятно и органично. Это музыка для нашего спектакля, не было какого-то отторжения, знаете, когда бывает, что приходится какое-то время привыкать, что ли, знаете, присваивать, как у нас говорят, это себе. Нет, тут все легло абсолютно, так сказать, на душу. Мне и нашим артистам, я думаю, что все со мной согласятся. Музыка замечательная. В этой программе мы не успеем показать вам кадры с первых спектаклей фестиваля. Следите за новостями. Другие берега продлятся до 23 сентября. В афише не только мюзиклы, но и опера для драматических артистов, рэп-спектакль по Достоевскому. В Новосибирске покажут семейку Адамс и одно из творений Эндрю Ллойда Уэббера. Подобных музыкальных фестивалей в стране очень мало, афиша плотная, и организаторам уже на старте приходится непросто. Нужно встретить и разместить тонны декораций и сотни артистов. Я думаю, что не менее 600 человек, потому что многие коллективы, и в первую очередь, конечно, питерские коллективы, они приезжают в полном составе. И здесь не только в количестве человек дело, но и в количестве, а в объеме декораций. И у нас каждый день, каждую ночь вам следует подойти ночью со своим оператором к нашему, допустим, внутреннему двору на улицу Каменскую и посмотреть, как громадные фуры, громадные длинномеры будут уезжать и приезжать к нашему театру, разгружаться, загружаться. Потому что весь фестиваль, он происходит нон-стопом. Посмотрим, что будет происходить в театре ночью, и самое интересное покажем в следующей программе. Кроме того, телеканал ОТС будет транслировать 4 спектакля. Так что, если не сможете попасть в зрительный зал, внимательно изучите нашу афишу. Город солнца. Выставка с таким названием открылась в Новосибирском художественном музее. Представлены на ней произведения эпохи соцреализма, к которым можно относиться по-разному. Но у человека, который приходит в выставочные залы без каких-то идеологических шор, эти картины, скульптура и плакаты вызывают искренний восторг. Потому что мы отвыкли от таких красочных, больших и, ну, как кажется, искренних произведений искусства. Давайте вместе прогуляемся по выставке, и вы или согласитесь с моей оценкой, или нет. К соцреализму можно относиться по-разному. Для одних это тупиковая ветвь развития. Не искусство даже, а пропитанная фальшью вставка между авангардом 20-х и оттепелью. Для других национальное достояние. Мечта, от которой поспешили отказаться. В наше время очень не хватает вот этого, то, что мы называем радости. Я как-то у одного человека спросила, вот зачем мы приходим в этот мир? Он говорит, я тоже долго думала, говорит, вот мы в этот мир приходим, чтобы украшать собой действительность. И вот действительно, когда вот посмотришь эту выставку, и начинаешь понимать, что эти люди действительно, они украшали это действительность. Они более-менее, может, неказисто одеты, в стоптанных тапочках. Но они строили, работали на заводах, в шахтах. И умели радоваться этой жизни, радоваться каждому эту дню. Своё название «Город солнца» эта выставка позаимствовала у итальянского философа Томмазо Кампанеллы. В начале 17 века он написал книгу об обществе, члены которого верили в могущество науки и в государство. Жили и работали радостно ради общего блага. Некоторые идеи из этой утопии взял на вооружение Ленин, и их попытались притворить в жизнь уже в молодом советском государстве. Это действительно наша история. Можно же по-разному относиться к тем или иным историческим событиям своей Родины, но абсолютно точно, что их нельзя вычеркивать. Тем более, как сейчас видится многим на расстоянии, что соцреализм – это действительно такая уникальнейшая эпоха в истории нашего государства. Многие из этих работ относятся к периоду, когда соцреализм как течение в искусстве только оформлялся. Весной 1939 в Москве открылась всесоюзная художественная выставка «Индустрия социализма». Для нее создали более тысячи работ. 11 произведений потом были удостоены государственных премий. Многие затем попали в собрание лучших музеев страны. В Новосибирск привезли часть коллекции с этой выставки, которая сейчас хранится в государственном центре РосИЗО. К 30-м годам всегда относились, ну, скажем, по-разному. Ну, такая светлая, прекрасная живопись, графика – это, конечно, открытили людей. Потому что вещей не так уж и много сохранилось, а нам повезло. У нас большая коллекция. На выставке представлены и более поздние работы. Объединяют их творческие задачи, стоявшие перед художниками. В первую очередь это, конечно, прославление советского государства, вождей, народа. Здесь можно увидеть образцовые магазины и цеха, испытать гордость за советских летчиков и покорителей водных глубин, побывать на демонстрации или в лыжном походе. Эти сюжеты требовали ярких красок и больших форматов. Кончились войны, надо было восстанавливать страну. Не восстанавливать, а создавать, собственно, заново. И отсюда такое романтическое восприятие. Люди верили в том, что они своими руками могут создать другую жизнь. И ведь создавали. Какие заводы были построены. Невероятные. Каждый день прихожу и нахожу среди этих картин. Разных, в большом количестве. Изучаю их, описываю. Я люблю их. Люблю и, понимаете, я понимаю, что эти картины. Правда? Просто вот, знаете, потому что много читала, много смотрела, много думала, много изучала. Не все, конечно, но много. И понимаю, что это правда. Выставка из центра РосИЗО заняла несколько залов художественного музея. Среди авторов немного тех, кто на слуху сегодня. Разве что Александр Дейнека. Кстати, скоро в музее покажут большую персональную выставку этого советского художника. Какие ассоциации у любителей театра возникают при слове «Пульченелла»? Ну, конечно, это знаменитый балет Игоря Стравинского, который одно время шоу в нашем оперном театре. Сейчас, кажется, этого спектакля уже нет в афише, но зато «Пульченелла» появился в театре «Старый дом». И сейчас я расскажу об этой первой премьере сезона. Ну, и, конечно, мы отправимся в оперный, где, хоть и нет «Пульченеллы», зато появилась царская невеста. «Пульченелла» – герой классической итальянской комедии «Дель арте». Это вид уличных представлений, которые очень сильно повлияли на сегодняшний театр. Артисты выходили к зрителям в масках. Всего их было более ста, но есть и те, что использовали чаще остальных. Орли Кин, купец «Панталон» или вот «Пульченелла». Маски диктовали развитие сюжета, они определяли характер персонажей. У всех артистов, вот я покажу, вот такая вот маска, которая, ну, она, по сути, не живая, она статичная, она не двигается. Все-таки мы привыкли выражать эмоции лицом, глазами и другими средствами. А здесь ты немножечко скован под такой маской. Ну, мы сделали такое открытие, что, надевая маску, все равно ты становишься личностью. Они все совершенно разные, несмотря на то, что у тебя одинаковая маска. И персонажи, характеры, которые вот сегодня зритель увидит, например, в спектакле, они все совершенно разные, все интересные. И порой маска сама тебя ведет. У меня есть одна мизанцена, где я сижу спиной к зрителю, а лицом к своим коллегам. И все такие классные. Потому что маска, она выделяет какое-то одно, не знаю, свойство человека, одно качество. Ты смотришь, и это уже, ну, то есть не Евгений Варава, не Лариса Чернобаева, а это уже какое-то совершенно странное существо с какой-то явной жизнью. И, ну, то есть маска, она что-то выявляет у каждого человека и очень сильно подчеркивает. Решив поработать с комедией «Дель арте», главный режиссер «Старого дома» Андрей Прикотенко сосредоточился на одном персонаже маски. Пульчинелло был особенно популярен в Неаполе. Это очень многоградный герой. Он мог быть слугой, крестьянином, вором, солдатом. Мог быть глупым и очень ловким, хитрым, ленивым и шустрым. Часто имел горб и обязательно длинный, как у птицы, нос. Пульчинелло связан с образом цыпленка или петуха. В общем, птица не самого высокого полета. При всем при этом образ очень загадочный, с ним интересно работать. Так что на сцене появились более десятка пульчинел разных мастей. Они постоянно что-то ели, тут же испражнялись, дрались, выпендривались друг перед другом, искали себе пару. В общем, не театр, а настоящий птичий двор. Было достаточно такой трудоемкой, кропотливой, как и для артистов, потому что своего рода был эксперимент. И спектакль играется без единого слова. Это все построено на пластике, взаимоотношений. Пьесы как таковой не было, был материал для исследования. У нас было немного такое отличие от обычной технологии сочинения, грубо говоря, спектакля. Мы очень долго обсуждали саму философию. То есть мы не обсуждали конкретный сюжет, мы не обсуждали реплики, мы не выявляли, что там персонаж чего там, как это обычно происходит. Здесь на самом деле очень важна была философия вообще этого мира, этой маски, этого персонажа. Без этого просто невозможно было бы двигаться, потому что если нет основы какого-то понимания, что это такое, ты дальше никуда не пойдешь. Зрители не смутило обилие съедаемых макарон на сцене и редкое обурчание героев на итальянском. Родившийся полтысячи лет назад в Неаполе, герой Пульченелла до сих пор живет рядом с нами, а то и внутри нас. Кстати, во многих классических сюжетах он умирает и затем воскресает. Эдакий театральный феникс, тоже, кстати, птица. Но давайте из старого дома переместимся в самый большой театр Новосибирска, в оперном премьера «Царская невеста» римского Корсакова. Песня «Царская невеста» Это уже стопроцентная классика русского театра. Одна из самых масштабных и трагичных опер римского Корсакова. В основе загадочная история третьего брака Ивана Грозного, который выбрал себе из множества кандидаток прекрасную Марфу в жены, но та умерла через полмесяца после свадьбы. Была отравлена, так решили все вокруг. Римский Корсаков сделал, конечно, не документальный спектакль, но историю об ослепляющей любви, страсти и коварстве. Вообще «Царская невеста» — это драматический спектакль, это мощнейший драматический спектакль. Один из немногих у римского Корсакова тех произведений, где очень высокая концентрация эмоций. И вот этот разбег от небесной лучезарной лирики до животного эмоционального накала, который звучит на разрыв аорты. В спектакле задействованы главные силы оперного театра. Вообще режиссер, несмотря на обилие исторических костюмов и масштабные декорации, сделал ставку именно на артистов, которым нужно было прожить этот тяжелейший музыкальный спектакль, как драматический. ПЕСНЯ Роль Любаши, соперницы главной героини Марфы в премьерных спектаклях исполнила звезда мировой оперной сцены солистка Санкт-Петербургского Михайловского театра Олеся Петрова. Но в новосибирской труппе есть и свои очень сильные артисты. Собственно, только убедившись в этом, постановщики, режиссер Вячеслав Стародубцев и дирижер Дмитрий Гюровский и подступились к шедевру римского Корсакова. Большая сцена, конечно же, требует масштаба. Я вам хочу сказать, не масштаба декораций, не масштаба каких-то приемов режиссерских, а масштаба работы с артистом, масштаба личности артиста, выявление его максимальных качеств, как бы качественных и количественных характеристик. Вот это для меня важно, потому что все-таки в театре важна эмоция. Эмоция, которая и заставляет зрителей идти в театр. И это все на сегодня. В следующей программе продолжим говорить о театре, который радует публику не только премьерами и фестивалями, но и совместными проектами с новосибирскими музыкантами. Ну а также побываем на фестивале «Книжная Сибирь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова